В России испокон веков почитали кино. В этом разнообразии и состоит великая сила нашего искусства. Ведь для нищего народа это возможность на других посмотреть и помечтать о лучшей жизни. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Наблюдая за яркой картинкой, россияне сами того не заметили, как попали в кино. Где в главной роли тиран и диктатор. Ну и рожа у тебя, Володя. Ох, рожа. Смотреть страшно. Вот только эти фильмы нации рабов не покажут. А то вдруг опомнятся и перестанут выполнять команды. Вы знаете, у нас ведь много бунтарей. Давайте откроем матрешку и узнаем, как бы выглядели ремейки самых известных кинолент, если бы их снимали в современной России. Устраивайтесь поудобнее. Вы точно узнаете среди героев знакомые лица. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ну и рожа у тебя, Володя. Ох, рожа. Смотреть страшно. Гаага. Место встречи изменить нельзя. Так бы мог называться фильм о дальнейшей судьбе Путина, его приспешников и пропагандистов. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Где милитаризация и где нацификация Украины? Все эти басни – плод вашего воспаленного воображения. Ролей хватит на всех. Собственно, как и мест на скамье подсудимых. Ну-с. Дорогие граждане уголовнички, приступим к делу. Гаага ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Если для этой цели надо ввести войска в Голландию, значит, надо ввести войска в Голландию. Главные герои получат по заслугам, если, конечно, доживут до трибунала. Володенька, я ведь тебя зубами закрызу, слышишь, Володенька? Задумал побег. Вот, в прямом смысле, это дезертирство. Просили командира, офицеры уехали. Ну и. Кстати, по вашему сватовскому направлению, блин, из Калининградской области сбежали 8 человек. Они с пулеметами на попутках доехали до Московской области и сдались в полицию. Сюжет динамичный и увлекательный. Бойцы бегут с поля боя кто в одиночку, а кто целыми стаями. Стреляли наши, не наши, и хохлы, и наши по нам стреляли, еле унесли ноги. Произошло просто бегство подразделения Министерства обороны с флангов. У нас армия бежит. Они просто взяли и тропанули. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Еще на одну минуту. Зеленский какой-то маленький пункт все время вспоминает. У нас его даже ни разу в сводках не упоминали. Где все время Украина 156-й раз... Чернобаевка. Я ответил мне на один вопрос. А что там произошло в этой Чернобаевке? Вот с этого и надо было начинать. 17 мгновений Чернобаевки. Многосерийный фильм о поразительных, но отрицательных успехах российской армии на аэродроме в небольшом поселке Херсонской области. Десять раз брали русские, десять раз отбивали украинцы, нанося невероятные потери. Сейчас готовится 11-й раз. Ваши блестовы, дружище. На самом деле серий будет 26. Именно столько раз украинские защитники разносили позиции алковойск в этом населенном пункте. Хотя в РФ и до сих пор верят, что получили по щам не под Херсоном, а в Киевской области. А где это вообще Чернобаевка? Это вот в этом треугольнике. Буча, Эрпень и Гастония. Трудно стало работать. Столько развелось идиотов. В РФ и могли бы переснять и десять негритят. Добрый день, господа. Если вы на дегритянский остров, захватите и меня с собой. Только это уже будет кинолентой о последних союзниках страны-агрессорки. В главных ролях лошадь иностранных дел Сергей Лавров и лидеры африканских стран. Египет, Эфиопия, Уганда, Конго, Южноафриканская республика, Ангола, Мали, Мавритания, Кения, Судан, дружественная Эритрея и Эсватини, она же Свазиленд. Локации на любой вкус. Декорации можно не везти на другой континент. Все дадут на съемочной площадке. И статистов для второстепенных ролей хоть отбавляй. Руси, ура! Министерство! 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 А после съемок еще и на коня нальют. Ведь на других союзников в России можно уже не рассчитывать. Мы рассчитывали, что лодка увезет нас с острова, а на самом деле мы никуда отсюда не уедем. Это конец. Вы понимаете? Конец. Сдохните здесь! Все сдохните! Лично каждого убью! А орки здесь тихие. Еще один фильм, который идеально ложится в повестку необъятной. Лента о работе рефрижераторов в Украине. В ролях украинские военные, которые расфасовывают по пакетам российских солдат и складывают их в вагоны-холодильники. Видео записывается для тех, кто говорит, что погибших очень мало, их практически нет. Ну вот, вот смотрите. Меньше чем за полтора года войны защитники Украины уже наработали базу более чем 200 тысяч актеров одного пакета. А в России тем временем все идет по плану. Никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущен. аварий. Москва от Советского информбюро и вернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Не менее увлекательной и такой же актуальной для современных реалий Рэфи была бы и кинолента «Крестный Зет-Отец». Спасибо сыну за машину. В память о Среди Гори купили новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми. Главными героями фильма могли бы стать родственники могилизованных ванек, которые променяли жизни своих детей на творение российского недоавтопрома. Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Лука Брази держал пистолет у его виска. И отец предложил выбор. Либо на контракте мозги, либо подпись. Выезжает в первый раз на кладбище. Дефицита лиц не будет. Ведь желающих угробить своих детей ради четырех колес и поправить свое материальное положение в России пруд пруди. Я сегодня провожаю сына. У меня гордость великая. И я горжусь своим сыном. Вот сынушка. Сережка. Вот он Сережка. Привет, на ремонт. Я мама четверых сыновей. Еще у меня две дочери. Вот всех четверых сыновей я вам отдам. Я себе еще наружаю. Вот такие мы русские матеря. Два сына провожаю с челнов. С каким настроением? Позитив. Жду. Мордость. Гордость. Сразу сегодня два сына. И женщина гораздо опаснее пистолета. Бесконечно долго можно смотреть на то, как горит Крымский мост. Как подгорает у ура патриотов и как приспешники Кремля придумывают все новые и новые фейки. Пропагандисты сошли с ума. Да. Стояние истерическое, я бы так сказала, порой. Ребят, а что вы эту хреновню пишете? Фейки работают лучше, чем не фейки. Да. Вот прям да. С такими темпами в России вполне может появиться ремейк фильма над пропастью во ржи. Точнее, во лжи. В главных ролях кремлевские пропагандисты. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну. Мы уже воюем с НАТО. Чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца. Вот только сюжет ленты, мягко говоря, на любителя. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю, а вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Очередной бред, который исходит из уст этих кретинов. То есть вот набор дегенератов, собранных в одном месте таков, что возникает реальное желание использования ядерного оружия как дуст от тараканов. Такой контент выдержит не каждый киноман. Америка не считала никогда цветы для людей. Ого! Извин, подождите, не поднимайте так быстро. Врача, срочно в студию. Не поднимайте так быстро. А вот финал киноленты очевиден. Врать надо заканчивать. надо заканчивать врать. Выдуманные победы, замолчанные потери, преступники у власти, армия дезертиров и мировая изоляция. Это вам не кино, а действительность современной России, которую, в отличие от фильмов, нельзя выключить одной кнопкой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров